Всем привет! В этом ролике мы будем обозревать забавное видео про Ломоносова, которое начинается как просветительское, а заканчивается эзотерическим фейерверком. Чтобы разобраться, как так получилось, я решил изучить весь канал «Осознание Слав Мир». Тогда он еще не знал, чем это может обернуться. Он смеялся над нелогической аргументацией и подменами понятий, которые присутствовали в каждом видео. Как вдруг стрела истины поразила его, и он подключился к вселенскому энергоинформации. Если у человека какой-либо из центров не развит, не налажено их гармоничное взаимодействие, никаких магических способностей он развить не может. Русский и арабский – это системные языки мозга человека. Это уже на уровне физиологии, на уровне маркеров. Вселенная дает возможность расти. Никаких ограничений к этому нет, кроме тех, которые мы сами себе придумали. С помощью этой мантры есть очень мощный способ целительства. Дело в том, что может один человек исцелить себя или рядом с собой находящийся. Мантры... Работать, ни о чем другом думать просто не можешь. Истинная коллективная медитация. Поэтому это видео проведу я. Итак, Славмир – это ядреная помесь долбославия, альтернативной истории и инфо-цыганства. Первый канал ведает на общие темы, которые привлекают вниманию большей аудитории. Но это своеобразная воронка, которая ведет нас на второй канал, где самоназванные мудрецы обещают подключить вас к энергоинформационному полю с помощью БАДов и знаний предков. В общем, истории Пи есть чему у них поучиться. Что это вообще такое? Мистика, магия, чакры, успех, успешные советы, ломоносов. И именно это видео мы и собираемся препарировать. Здесь деятельность ломоносова как бы плавно вписывается во всю систему долбознаний. Легко заполучить поддержку авторитета, когда он мертв. Раньше, если бы я услышала выражение «ломоносовский кринж», я бы подумала, что это что-то про конференцию ломоносов в МГУ. Хотя, конечно, там нет ничего криминального по сравнению с осознанием. Был обычный летний день. 26 июля 1753 года так и осталось бы неприметной датой, если бы именно в этот день не произошло чрезвычайное событие. Чрезвычайное происшествие. Фантастическое известие. Простите, не сдержалась. Вначале рассказывается о знаменитых опытах Ломоносова и Рихмана с молней. Знаменитых в основном тем, что Рихман умер от разряда молнии, поскольку слишком близко стоял к измерительному прибору. Электрометру, который присоединялся к железному шесту на крыше. Бледно-синеватый шар вылетел из прибора прямиком в лоб исследователя. Гравер был единственным очевидцем произошедшего. По его зарисовке мы только и можем представить, что случилось. Моносов в этот же день тоже производил измерения на громовой машине. Он мог погибнуть от шаровой молнии точно так же, как и его друг. А откуда шаровая молния-то взялась? Отсюда окно вылетела шаровая молния. Я сделала так, и сразу, как шаровую молнию увидела, почувствовала сразу, как увидела, и сразу бросила туда, как мячик. Чтобы доказать электрическую природу северного сияния, он проводил опыты с разрядами в стеклянных шарах, из которых был откачан воздух. Во время эксперимента внутри шаров возникало красивое свечение, которое, по сути, было явлением электрического разряда в разреженном воздухе. Эти опыты по воспроизведению северного сияния будут повторены лишь спустя 175 лет. Ну, вообще, эти опыты со стеклянными шарами были таким общим местом при исследовании статического электричества. Конечно, все те, у кого в лаборатории был этот стеклянный шар, они могли видеть это свечение. Например, самым известным был опыт Хоксби. До него был еще Гирике, но у него был не стеклянный шар, а шар из серы. Причем в одном источнике написано, что он видел свечение, в другом источнике написано, что нет. В общем, непонятно здесь. Но это неважно. Суть в том, что Ломоносов тут не был первым. Разрабатывая тему электричества, Ломоносов ближе всех подошел к современным грозовым теориям. Это именно ему мы обязаны появлением безопасной модели громоотвода. Причем Ломоносов настаивал на заземлении громоотвода, вопреки мнению знаменитого американского изобретателя и политика Бенджамина Франклина. Вы тупые! Тут простое манипулирование фактами. Как было на самом деле? Некоторые уже подозревали, что электричество и молнии как-то связаны, но никто не брался проверить это опытно. Пока Франклин не предложил использовать конструкцию с шестом, с помощью которой можно было доказать эту связь. Его конструкция была настолько же надежна, как конструкция Рихмана и Ломоносова. Сначала конструкцию проверили во Франции. Там кого-то шибануло током, но не насмерть. Поэтому все решили, что опыт прошел удачно, и доказано, что молнии связаны с электричеством. После этого весть разнеслась по многим странам, и все стали ее проверять, в том числе Ломоносов и Рихман. Причем Рихман, чем отличается его опыт? Тем, что он хотел измерить молнию. Конечно, после случившегося Ломоносов настаивал на заземлении, ведь он видел, как разряд прошел через тело Рихмана в землю, о чем недвусмысленно свидетельствовали его разорванные башмаки. Франклин в итоге тоже понял, что заземление необходимо. А ведь он еще внес свой вклад в поэзию и живопись, а кроме того, написал свою версию русской истории, в которой отстаивал многотысячелетнюю древность славянских корней. Ох, вот это мы любим! В числе терминов, которыми мы пользуемся и сегодня. Атмосфера, микроскоп, плюс, минус, формула, горизонт, диаметр, радиус, пропорция, барометр. Знаете, что тут примечательно? Что все эти слова не являются русскими. Ломоносов же выступал не за заимствование, а за использование русских аналогов зарубежным термином. Например, вместо антлия пневматическая он предлагал использовать более простой и понятный воздушный насос. Вот какие русские обозначения он вел. Земная ось, преломление лучей, законы движения, равновесие тел. В общем, я не понимаю, зачем нужно было использовать вот эти вот барометры, атмосферы, тогда как у него есть действительно русские слова, которые он вел в оборот. А эти слова просто являются заимствованиями. Но самое смешное, это те слова, которые не прижились. Это окружное течение крови, то есть циркуляция, безвоздушное место, то есть вакуум, густой свет, то есть интенсивный, зыблющееся движение, то есть волновое, коловратное движение, то есть вращательное, завостроватая фигура, то есть конусообразная. В общем, вместо галош, Ломоносов иногда предлагал использовать макроступы. Кроме того, ему казалось, что буква «э» лишняя в русском языке, поскольку он считал, что она была введена только для того, чтобы более правильно произносить иностранные слова. И он говорил, что это подобно тому, как если бы в иностранном языке ввели букву «ы» для того, чтобы лучше произносить русские слова. Ломоносов ввел в русский язык и понятие «эфир». Не знаю, кто ввел это понятие, но чую, это было очень сложно. А хотя нет, знаю, ведь я могу взять просто слова русских слов и посмотреть, использовалось ли слово «эфир» до Ломоносова. И что вы думаете, здесь слов мир пойман за руку? Поскольку для тех, кто заявляет о себе как о знатоках славянской культуры, очень нелепо не знать, что это слово уже существовало в русском языке в значении неба, воздух. Ломоносов одним из первых высказал мысль о связи электричества и света и выдвинул эфирную теорию, которую потом отстаивали многие великие умы. Никола Тесла-то наш, славянин. Русский ученый опирался на великих предшественников, прежде всего на исследования света и эфира Декартом, Ньютоном и Гюгенсом, а также на труды своего современника Эйлер. При помощи эфира он, как и впоследствии Менделеев, объяснял тяготение и так же, как и Менделеев, считал частицы эфира мельчайшими во Вселенной. Показательно? Показательно! Показательно! Вот, кстати, интересно, как эта такая эпическая музыка сочетается с дикторским голосом таким поставленным и кажется, что да, вот всё это правда! Вот она, прямо истина открывается! Что в целом взгляды Ломоносова на теплоту, свет, гравитацию подтверждены в наше время. Вот только слово «эфир» при этом не произносится, его убрали, точнее, спрятали. Вот я не пойму, если спрятать понятие, разве исчезает предмет? Наверное, это слишком мудро для моей головы. Не могут же меня такие мудрые братцы обманывать? Эфир Ломоносова сегодня скрывают от нас точно так же, как и эфир Тесла и Менделеева. В современной академической науке на слово «эфир» наложено табу. Фактически «эфир», как понятие, был отменён Эйнштейном. Да ты чё? Блин! Не так давно теория эфира специальной комиссии при президиуме РАН была названа лженаукой. Выходит, во зрение Ньютона, Максвелла, Тесла и ещё целого ряда европейских и отечественных учёных первой величины, в том числе и взгляды двух русских гениев, Ломоносова и Менделеева, «это всё лженаука?» Это мой любимый поворот этого видео. Мне кажется, он гениальный. Как будто бы из того, что некий исследователь прав в чём-то и чём-то, следует, что он прав во всём? Много о теории Света Ломоносова. Он читал, что есть три сорта частиц эфира, которые соответствуют трём химическим материям – соляной, штутной и серной. Каждый отвечает за свой цвет – красный, жёлтый и голубой. И вы хотите сказать, что всё это… Это лженаука? Ясное дело, что в ходе развития науки были какие-то теории, которые были недостаточными или неполноценными. Их роль тоже важна, поэтому никто не называет это лженаукой. Представление об электричестве как о жидкости натолкнуло исследователей сделать лейденскую банку, которая потом часто фигурировала в электрических опытах. Это просто способ понимания вещей, на которые способны учёные того времени и который помогает им продвигаться дальше. Нельзя сказать, что мы постигли все тайны Вселенной, возможно, через 100-200 лет. Над нашими представлениями будут смеяться так же, как мы смеёмся над флагистоном или теплородом. Лженаука – это ваша секта. Вот одна замечательная история про возведение громоотводов в США. Некоторые полагали, что не стоит вмешиваться в дела Господни, поскольку это нарушает ход природы и так далее. Другие считали, что гроза – это результат деятельности дьявола, и поэтому, чтобы изгнать грозу, нужно бить в колокола. А как известно, колокольни весьма подвержены ударам молний. Звонари били вовсю в эти колокола, чтобы изгнать грозу. В те времена умерло около 400 звонарей, которые исполняли свою великую миссию. Для чего я вообще рассказала эту историю? Дело в том, что те, кто били в колокол тогда, и секта славмир – это примерно один и тот же уровень дремучести. Но тут они еще и прикрываются за науку, чтобы продать свои курсы и показать, что они-то на самом деле за истинное знание, они-то ищут правду матку, они все вот это вот ваше, то, что ваши там ученые сидят и сочиняют. При этом мало кому известно, что и сам Инштейн, на которого как на икону молится нынешняя академическая наука… Еще из комментариев к нашим видео я поняла, что у некоторых людей какое-то странное восприятие науки, как авторящих друг другу болванчиках. Но на самом деле нет, это скопление достаточно разных взглядов. Тут на помощь в объяснении я бы взяла бы теорию Куна. В ходе опытов и наблюдений накапливаются аномалии, которые не вписываются в существующую научную парадигму. Чтобы объяснить их, требуются новые теории, требуется свежий взгляд на вещи, которые казались уже обыденными. И вот у Франклина как раз был такой свежий взгляд, поскольку он, в общем-то, не занимался наукой изначально. Его заинтересовало электрическое представление, а электрические представления были тогда достаточно распространены. Там, в общем-то, какой-то шоумен выходил на сцену и показывал, как статическое электричество что-то притягивает, что-то отталкивает, там били людей током. В общем, это, конечно, очень интересно, и это тема для отдельного видео. Я уже давно хочу его сделать. Франклин очень впечатлился подобным представлением, допросил этого шоумена и стал сам заниматься опытами с электричеством. И, как вы знаете, добился определенных успехов. А все потому, что у него был как раз-таки этот свежий взгляд, не связанный с прежними знаниями об электричестве. Одно из направлений, которые пытаются сейчас по-другому взглянуть на современные научные теории, является биоарта, которым мы уже делали видео. Эфир — это неиссякаемый источник неисчерпаемого количества энергии. Ты втираешь в меня какую-то дичь. Именно это и служит причиной травли теории эфира и ее последователей. Ведь бесплатная энергия пошатнет позиции нефтяных магнатов и мирового олигархата. Так-то можно сказать, что и нефть бесплатная по своей сути. Разве могут природные ресурсы кому-то принадлежать? Ладно, мы бы оплачивали только труд и оборудование, которое участвует в процессе добычи. Но магнаты бы не были магнатами, если бы у них не было прибавочной стоимости. Разве если бы существовали подобные бесплатные источники энергии, вроде эфира, как в этом видео, разве не кинулись бы на них с горящими глазами те же самые магнаты, поскольку уже не нужно было бы затрачиваться на труд и оборудование, можно было бы просто лепить прибавочную стоимость. Просто непонятно, как использовать этот эфир. В этом видео вообще никак это не объясняется. То есть электричество будет просто высасываться устройствами или как? Но устройству нужно какое-то конкретное количество электричества. То есть, получается, нужен будет какой-то свой приемник для этого. Я даже не знаю, почему я пытаюсь в этом разобраться. Это настоящий бред. В общем, пишите, если вы знаете о том, как использовать энергию эфира. Ну и почему вы до сих пор еще не сколотили на этом состоянии? Поэтому было объявлено, что эфира просто не существует. На самом же деле нынешняя физика, вооруженная новейшими методами исследований, хорошо понимает, что все во Вселенной является разными формами движения эфира. Из него состоят электрические и все другие поля, все элементарные частицы, электроны, протоны, нейтроны. Из эфирных элементарных частиц состоят атомы вещества и, соответственно, все тела во Вселенной. И все пространство между телами тоже заполнено эфиром. Это удивительным образом соотносится с представлениями наших предков о том, что абсолютно все, что есть в мире, это энергия только разной плотности. Какие предки? Эти? Эти? А может быть эти? И существуют мельчайшие первокирпичики, энергоны, из которых состоит все сущее. Я не понял, все из эфира или энергонов? Но сегодня на этот счет у официальной науки мнение совсем другое. Во всем, что нас окружает, гораздо больше ничего, чем чего-то. Это одно из утверждений современной физики. А поскольку считается, что все вокруг состоит из атомов, между которыми ничего нет, получается, что все вокруг нас действительно больше ничего, чем чего-то. То есть пустоты гораздо больше. Все пустота, как и мы сами. Ты что? Ты что? Ты состоишь из пустоты? Ты только пустота? Он не из пустоты, он из эфира. Да? Ты весь пронизан энергиями. Или ты пустой, как болванка? А что вообще такое пустота? Когда мы говорим, что в коробке пусто или внутри атома пусто, мы имеем в виду одно и то же? Когда мы говорим, что в коробке пусто, мы имеем в виду, что там нет предмета. Но вместе с этим мы понимаем, что в коробке не может быть пусто. И там есть какой-то воздух, возможно, какая-то пыль или что-то такое. Но из священного ужаса, который слышится в голосе диктора в этом ролике, я могу сделать вывод, что речь идет о некой абсолютной пустоте, о абсолютной незаполненности. Правда, не объясняется, что это такое. Демокрит говорил, что есть только пустота и атомы. Пока славмиряне не причислили Демокрита к поборнику нефтегазовых магнатов, скажу, что в этой мысли нет ничего устрашающего, ведь пустота может быть понята как свобода для атомов, как неопределенность. Хотя эта мысль появилась несколько позже, поскольку Демокрит был детерминистом. Но все это досократические умозрительные заключения. Сейчас же место пустоты занимают вакуум. А он, к великому сожалению, славмирян, не пустой. Я просто возьму случайный учебник по истории и философии естественных наук. Засвидетельствую, что это простой учебник. Вот физический вакуум и поиск новой онтологии, страница 88. Тот первым предложением, согласно квантовой теории поля, невозможно такое состояние, когда нет ни поля, ни частиц. То есть пустота невозможна. Но есть и другая версия. Вокруг эфир, пронизанный энергиями. Тот самый... Тот самый... О котором говорили Ломоносов, Менделеев и Тесла, и которые сейчас пытаются скрыть под названием физический вакуум. А Ломоносов писал об эфире как о пространстве между телами и составляющими их мельчайшими частицами и о вращательном движении, как о фундаментальном принципе мироздания, в то время, когда не существовало никаких способов это подтвердить. Как он это увидел? Возможно, как и Никола Тесла, на внутреннем экране, подключившись к вселенскому энергоинформационному полю. Вселенскому энергоинформационному полю. Оцените гений Ломоносова по своим масштабам и по проникновению в природу вещей, поставив палец вверх этому видео. А вот Ломоносов бы не поставил этому видео палец вверх, поскольку он не поехавший. Он бы расстроился, что в будущем его имя используют для привлечения внимания к каким-то отъехавшим курсам, с продажей БАДов и прочего. У каждого человека свой уникальный путь в этом мире, таланты и способности для реализации которого заложены в нас с самого рождения. Но как их раскрыть? Как понять свой потенциал и свою жизненную задачу? Почему большинству из нас так трудно самореализоваться? Что можно узнать о себе с помощью погружения в детские воспоминания? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас уже в этот четверг на бесплатном авторском вебинаре Андрея Ивашко. Как найти свое предназначение? Возможно, вы думаете, что самый кринж уже прошел. Но он только начинается, поскольку в комментариях даже умершие восстали специально, чтобы оставить свой хвалебный отзыв на это просто произведение богов. Тут Будда пишет. Приятно смотреть на благородных, быть в их обществе благо. Да будет всегда счастлив тот, кто не видит глупцов. Ганди пишет. Нас погубят. Политика без принципов. Удовольствие без совести. Богатство без работы. Знание без характера. Бизнес без морали. Наука без человечности. И молитва без жертвы. Это что, призыв, что ли? На закрытых собраниях школы славмир, что ли, режут курицам головы или что такое? Пьют баранью кровь. Ганди не ограничился одним комментарием. Он и второй написал. Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. Жак Фреско пишет. Ну, это неинтересно. О, Никола Тесла. Герой всех лоров альтернативной истории. Это, ну, просто как бы он мега-человек. Мега-человек. И еще и славянин. Он еще наш славянин. Современные ученые мыслят глубоко, вместо того, чтобы мыслить ясно. Чтобы мыслить ясно, нужно обладать здравым рассудком. А мыслить глубоко можно, и будучи совершенно сумасшедшим. Ну, это, конечно, забавно. Учитывая, что Теслу считают сумасшедшим ученым. Тесла пишет. Сколько людей называли меня фантазером. Мне тут одна птичка напела, что кто-то здесь не подписан на техно-сапиенс. Николай, 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 я не смогу...